Сегодня я хотел бы рассказать вам о теории так называемых трех слоев. Это современная теория комплектации одежды, как для жаркого климата, так и для среднего климата, так и для холодного времени года. Хотел бы начать с самого нижнего слоя. Все современные армейские спортивные вещи для активной деятельности делаются из синтетических материалов. Это синтетическая ткань мембранного строения. Мембрана сделана такого размера, чтобы она свободно проводила молекулу пара. То есть пар, который выходит, он частично впитывается в эту ткань и дает в дальнейшем испаряться. Основная задача этих слоев, чтобы они максимально проводили через себя этот пар и давали выходить ему наружу. Максимально отводили влагу от человеческого тела. А в загляд чего складывается от ситканы? Ну, в загляд самый нищий шар послойка. Чего вы складываете? Самое главное в самом нижнем слое, который будет использован для активной деятельности, неважно какое, в холодное время или наоборот жару, чтобы он плотно прилегал к телу. Для этого производители создают специальные футболки. Они должны быть максимально облегающие. Облегать тело, и это облегание должно обеспечивать то, что пот равномерно впитывается в футболку. Или в белье, или в рубашку, которая одевается на голое тело. Максимально эластичными создаются эти футболки. Либо с длинным рукавом, либо с коротким. При этом достигается максимальное облегание. Пот равномерно впитывается. Если он впитывается равномерно, естественно, он равномерно нагревается. И с помощью нагрева тела он равномерно испаряется с поверхности футболки. То же самое можем сказать о специальных носках. Из материала Кулмакс, как правило, они создаются. Также в зимнее время это могут быть шапочки или маски, которые также должны максимально облегать голову, практически не оставляя воздушного пространства между слоем ткани и человеческим телом. Доброе. Еще, кстати, складается другой, третий шар в Одессе. Второй слой крайне необходим во время зимы, либо осени, либо во время просто холода. Этот слой представляет из себя тоже мембранную ткань. Это может быть система полипропилен, это американская разработка, либо система Polartec. Polartec – это, скажем, европейский ответ полипропилен. В принципе, она может одеваться, опять же, либо на голое тело, либо поверх, опять же, мембранных футболок, мембранных трусов. Только в этом случае она будет работать так, как должна работать. Такое термобелье – это официальное белье армии США. Оно производится миллионами штук. Каждый солдат получает два комплекта этого белья. Аналогичные вещи используются как во французской армии, так и в английской, в бундесвере, во всех развитых странах мира. На сегодняшний момент официальное термобелье вот таких цветов имеет каждый солдат. Это термобелье может быть использовано в комплекте с верхним слоем непромокаемой одежды, типа Гортекс, если вы ведете активную деятельность, в принципе, и при минусовой температуре. Если же температура выше или не предполагается активная деятельность в этот момент, есть еще один слой, так называемый теплослой. Это термокостюм, который я также вам сейчас продемонстрирую. Вот такие вот термокостюмы или термокуртки, они используются как подстежка в непромокаемой куртке, или они могут носиться отдельно. То есть на сегодняшний момент такие куртки заменяют в армии свитера, к которым мы привыкли, свитера типа команды с накладками. Это тоже мембранная ткань, типа Polartec. И, как мы видим, этот свитер создает такой же тепловой эффект, как создает шерстяной толстый свитер. При этом он гораздо легче. Он практически не напитывается влагой. Он быстро сохнет, прекрасно стирается. Ткань мембранного типа, все ткани мембранного типа, очень прихотливы к агрессивной стирке, то есть в агрессивной среде. Потому что, если постирать их в очень горячей воде, или в очень сильном режиме стирки, мембрана может свернуться, и они потеряют свое, скажем так, качество. Я слышу от тебя такую назву, как Гортекс. Что все такое, с чем его едят, взагалі? Гортекс, это уже стало, скажем так, именем нарицательным. Корпорация «Дюпонт» еще в 60-х годах, когда планировался первый полет человека на Луну, когда стал вопрос о системе жизнеобеспечения скафандров, то человек постоянно будет двигаться в закнутом пространстве. И в 60-х годах корпорация «Дюпонт» разработала подкладку мембранного типа. Это была первая мембранная в мире ткань, которая была как подкладкой для скафандров, астронавтов, которые планировали приземлиться, прилуниться, скажем так. И на сегодняшний момент мы имеем ткань «Гортекс». Она бывает совершенно различной. Она бывает однослойная, двухслойная и трехслойная. В армейских костюмах используется только трехслойная ткань. Почему так? Потому что идет слой нейлона, идет мембрана, еще один слой нейлона. В охотничьих костюмах используется двухслойная ткань. Она менее шуршащая и более тонкая, более нежная. У нас на Украине тоже великие морозы, но все же таки до минус 20, минус 30 и надебывает. Как в таких ситуациях ведутся? Была создана ткань «Дюпонт термолайт». Термо, понятно, это температура, лайт, легкий. То есть, как вы можете видеть, вот такая вот куртка, она практически ничего не весит. Но она весит 200 грамм. Так как эта куртка и такие же штаны очень легкие, естественно, нагрузка на человека уменьшается. Потому что, если вы денете теплый кожух, он сам по себе тяжелый. Вы будете носить на себе постоянно лишних 5-6-10 килограмм наряжения и одежды. То есть, вот эти вещи заменяют хорошую пуховую, очень теплую пуховую куртку. Пожалуй, в мире ничего лучше еще не придумано для полевых условий. Такие же системы взяли на вооружение как альпинисты, так и туристы, так и охотники на сегодняшний момент. Английские САС первые их испытали, первые начали использовать. И сейчас эти вещи пошли как в армию Германии, так и американцы активно используют системы с наполнителем термолайт депонтовских. Либо компании, которые, опять же, гонясь за прибылью, начали производить такие же похожие технологии, патентовать их под своими именами. Но это все равно, это та же система. Самое главное, чтобы эта система была потовыводящей. Как я говорил раньше, все, что мы сейчас положили здесь на стол, это вещи взаимозаменяемые. То есть, грубо говоря, солдат может иметь у себя просто летнее термобелье, осеннее термобелье, вот такой, скажем так, свитер термо и вот такую термокурт. И гортекс. Это будет весь его годичный запас снаряжения, который он может носить с собой, либо не носить. Эти вещи взаимозаменяемые. Вы можете одевать просто эту куртку на термофутболку. Вы можете одевать поверх всего этого гортекскостю, или не одевать. Вы можете под эту куртку подеть еще свитер. Вы можете снять футболку, одеть свитер на голое тело, одеть куртку. И вот таких манипуляций можно произвести массово. Все это доброе, или все это одяг? А что трапится, если у тебя промокнут ноги? Все армии мира на сегодняшний момент, даже, наверное, уже некоторые потребления украинской армии, используют мембранную ткань типа гортекс в подкладке для ботинок. То есть, какая бы ни была хорошая кожа, как бы она качественно не была выделена, она сама по себе мембрана, но мембрана неправильная, с неправильной настройкой, так сказать. Поэтому единственное спасение, опять же, вставить в ботинки подкладку из мембранной ткани. И это делают большинство фирм-производителей обуви. Большинство современных ботинок полевых имеют подкладку из мембранной ткани. Многие армии мира поступили еще немножко, скажем, по-другому. Они удешевили стоимость ботинок, изъяли оттуда мембранную подкладку, но зато выдали своим военным носки из мембранной ткани типа гортекс. И даже в случае, если ботинки промокли, либо солдат набрал воду через верх, эти носки, как правило, имеют эластичную дорогу. Даже если ботинки мокрые, человека будет сухая и, скажем, в тепле нога. И ботинки практически можно уже в армии не сушить. А на сегодня наш эфирный час вичерпано. Команда «Арсеналу» разом и с партнером показу мережей магазинов зброи «Ібес» прощается с вами. До наступных встреч и держите порог сухих. Який рассказ про новые тенденции? Спасибо большое. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова